В СПЧ раскритиковали Шевченко. Журналист Максим Шевченко решил покинуть ряды совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека СПЧ, поскольку перепутал жанры и не осознал специфику работы этого правозащитного органа, считает член СПЧ Александр Брод. Мне кажется, что Шевченко перепутал жанры работы и не понял специфику СПЧ, заявил Брод, пояснив, что совет от темы протеста 5 мая не уходит, завтра она будет обсуждаться на совместном заседании трех компаний совета. Кроме того, продолжил Брод, представитель совета Михаил Федотов направил запросы в профильные инстанции по этому вопросу, но не получив ответа, собирать СПЧ в полном составе преждевременно, констатировал Брод, передает ТАСС. Он также не исключил, что решение Шевченко может быть связано с его политическими интересами. В этом контексте Брод напомнил, что Шевченко сотрудничал с кандидатом на пост президента России от КПРФ Павлом Грудининым. Возможно, он хочет продолжить политическую карьеру, но потерял трибуну совета, добавил член СПЧ. Кроме того, в последнее время, по словам Брода, Шевченко стал очень категоричным, что проявилось в ходе известной драки с членом СПЧ Николаем Сванидзе. Возможно, это проявилось и сейчас, в принятии решения о членстве в совете, предположил он. В свою очередь, председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правом человека Михаил Федотов сказал, что не будет уговаривать Шевченко остаться. Это не тема для уговоров кого бы то ни было, отметил Федотов. Он напомнил, что работа совета основана на принципе добровольности. В том случае, если человек не хочет, он пишет заявление, а Федотов передает его российскому президенту, который в свою очередь подписывает соответствующий указ, рассказал глава СПЧ. Он заметил, что пока документ не подписан, совет продолжает работать в действующем составе. В четверг Шевченко решил уйти из СПЧ, заявив, что его коллеги якобы игнорировали требования о срочном созыве совета в полном составе по итогам акции 5 мая. Через соцсети Шевченко объявил, что благодарен президенту Российской Федерации за приглашение в совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России. Впрочем, эксперты не исключили, что Шевченко, который в последнее время оказался участником громких скандалов, уже знал, что вопрос об его исключении из СПЧ поднимался некоторыми коллегами по совету. И таким образом он просто сыграл на опережение. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных событий. Безусловно, Шевченко это единственный человек, который может открыто и честно говорить правду. На этом все. Всего доброго и до новых встреч.